Итак, добрый вечер. Давайте начинать. В общем-то, у нас с вами 18 часов, и у нас на повестке дня рекламный вебинар по курсу управления торговлей. Дело в том, что вот, собственно, я представлюсь, я преподаватель центра специалист, меня зовут Елена Гречко, я веду пользовательские курсы О1С. Ну и действительно у нас вот курсов реально очень большое количество. Не шутки, просьба, пожалуйста, микрофон свои выключайте, потому что идет запись, идет запись, соответственно, эта запись потом будет выложена для просмотра на сайте. Хотелось, чтобы все-таки качество было хорошее. Я выключаю, но кто-то упорно у себя включает звук, но, сами понимаете, это не очень удачное решение. Поэтому давайте будем все-таки как-то взаимовежливы. Ну, так вот, у нас проходят занятия по пользовательским курсам О1С, и в том числе есть группа курсов по программе управления торговлей О1С, управления торговлей, 11-я редакция. У нас там и курс по оператору О1С, и коммерческая политика в компании, логистика. Ну, и вот я хотела бы сегодня, поскольку вебинар у нас с вами именно что рекламный, подчеркиваю, вот, соответственно, я бы хотела рассказать о достаточно любопытной возможности программы, которая рассматривается у нас на курсах. Это, в частности, сегментация клиентов. То есть мы с вами можем еще дополнительно клиентов объединять вообще по любому признаку, который, в общем-то, требуется в силу специфики, в силу специфики работы того или иного сотрудника организации. Сама функция сегментирования, сама функция сегментирования, ну, она очень комфортна, я бы сказала, но вот, как ни странно, пользуются ей далеко не все. Все. Что касается вот непосредственно вот этих вот сегментов. Здесь дело в том, что, опираясь на сегменты, можно создавать уже отдельные правила продаж. А это, опять же, очень удобно и очень полезно в нашей с вами жизни. Вообще вот эта функция сегментирования, она может быть использована разными сотрудниками нашей организации. То есть я имею в виду не только менеджеры по продажам, но и аналитики, маркетологи. Все зависит, конечно же, от целей. Ну, так вот, давайте посмотрим с вами, как, к примеру, как, к примеру, можно вообще создать сегмент клиентов и как его можно применять. Ну, в общем-то, как видно на слайде, а мне удобнее, я буду показывать, конечно же, просто на программе. В программе сие творчество сегментирования включается в настройках. Это раздел NSA администрирования. И в настройке NSA разделов есть у нас с вами вот такая настройка CRM и маркетинг. Вот, собственно говоря, в настройках маркетинга у нас с вами и прячутся сегменты клиентов. Обратите внимание, что вот у меня тут я просто базу готовила заранее. У меня сегменты уже какие-то для того, чтобы мне что-то было удобнее показывать, объяснять. Они включены и созданы точнее. И теперь вот эту опцию уже отменить нельзя. Где находятся сами сегменты? Это раздел CRM и маркетинг или маркетинг здесь, как вам удобнее. И вот в первой колоночке, посмотрите, есть так называемые сегменты клиентов. Ну, вот как я уже сказала, чтобы мне было удобнее, я тут их наваяла, видите, еще с разными датами. Чем любопытны сегменты? И где мы с вами это можем использовать? Ну, наверняка всем знакомы понятия черного списка. Ну, так вот, у меня здесь, видите, есть сегмент запрета отгрузки. Вот он. Вот он. Есть некие общие сегменты. Количество их может быть не ограничено от слова совсем. Мы их, повторяю, можем создавать по абсолютно разным признакам. У меня тут даже не поленилась, как сейчас помню, в слайдах сие указала. Да, вот три вида формирования сегмента у нас с вами существует. Давайте посмотрим все-таки, что же это такое и что с ними можно делать. Фактически, фактически, сегмент определяется на уровне организации. То есть, если я так немножко упрощу, это группировка, объединение наших с вами клиентов по тому признаку, который требуется в соответствии с производственной необходимостью, либо, например, для какой-то аналитики. Главное, что мы с вами сделали, это вот в настройках включили, вот еще раз повторяю, CRM и маркетинг, да, включили с вами сегменты клиентов. Что далее? А далее у нас, собственно говоря, в разделе CRM и маркетинг становится доступным справочник сегмента клиентов. Здесь, как видите, по умолчанию две закладки. Есть общие сегменты и сегменты запрета отгрузки. Но сначала давайте поговорим о самом порядке формирования сегмента. То есть, если я буду создавать новый сегмент, ну, я не знаю, фантазии у меня немного. Вот, давайте я даже, наверное, чуть-чуть масштаб сейчас поменяю, чтобы вам получше было видно. Вот так пойдем. Наименование тест. И посмотрите, что здесь есть самого важного. Это способ формирования. Вот есть три основных способа формирования. Это формировать динамически, периодически обновлять и формировать вручную. Ну, если говорить о реальной жизни, то здесь, я не знаю, мы же тоже, знаете, как свою статистику собираем. Вот у меня все-таки ощущение, что чаще всего используется именно ручное формирование. Именно ручное формирование. Но при этом есть еще два других варианта. Вот формировать динамически его в жизни, ну, и, собственно, 1С рекомендует использовать исключительно для анализа. Для анализа. С чем это связано? А вот смотрите, если сегмент формируется динамически, он, мы задаем какие-то условия, программа его формирует, но данные в базе не хранятся, не хранятся. И вот, собственно, у меня есть рояль в кустах, но и для того, чтобы вам показать, я сейчас пока не буду задавать никаких условий, просто чтобы вы увидели это воочию. Вот смотрите, я сейчас к нему вернусь, мы его доделаем, все обсудим, но вот первое отличие. Вот у меня сейчас есть в списке три способа, три сегмента с разными способами формирования. Вот формировать динамически, периодически обновлять, формировать вручную. Если я решу использовать какой-то сегмент в типовых соглашениях с клиентом, то я буду несколько обескуражена. Дело в том, что вот смотрите, сегмент номенклатуры я вижу в данном случае вообще только один. Это раз. А вот сегменты клиентов я вижу два. То есть где только что созданный мною тест, а его нет. Именно потому, что данные в базе не хранятся, да, то есть динамическое создание. Его нельзя использовать уже при создании правил продаж. Точно так же, почему я показала вот сегмент номенклатуры, потому что точно такая же опция сегментирования предусмотрена для номенклатуры. Можно потом задавать для сегментов какие-то, скажем, наценки. Но это будет все работать, если у нас с вами сегмент сформирован по определенным правилам. И в частности, как видите, для типовых условий продаж не подходит сегмент, который формируется динамически. Вот такая вот незадача. Но если вернуться все-таки к разговору о формировании сегмента. Да, по умолчанию, вот первый способ формировать динамически. И, как я уже сказала, это означает, что у меня, соответственно, должны быть заданы какие-то условия. То есть вот она схема компоновки данных, некая условная, сделанная заранее разработчиком. И я могу ее, как видите, редактировать. Что любопытно, первоначальное условие, оно вообще несколько дикое. То есть программа по умолчанию, если мы не обратим внимание, она к этому сегменту отнесет абсолютно всех. Здесь, как видите, условие только одно. Главное, чтобы не было пометки на удаление. То есть, ежели я сейчас вернусь вот к нашему разговору. Вот смотрите, состав сегмента у меня сюда сейчас вошли абсолютно все. То есть вроде бы сегменты клиентов, но программа сюда отнесла. И те, кто является, вот в частности, смотрите, у меня и поставщик, и покупатель сюда же попал. Увидели? Далее вот некая сегма, она вообще, в принципе, чистый поставщик. То есть далее я уже начинаю создавать свои условия. Ну, поскольку мы с вами говорим о пользовательских курсах, а я с этого начала разговор, я сказала, что я преподаватель именно пользовательских курсов, я не буду вас учить программировать, а будем мы работать на том материале, который предусмотрен заранее разработчикам. То есть, по сути, вот на закладочке отбор есть доступные поля. Это все основные поля карточки партнера. То есть, если я сейчас вернусь в раздел НСА и администрирования, вот у нас есть справочник партнера. Нам и вот открываю я контрагента, да, то бишь партнера. Видите, вот он у меня является клиентом. И все основные поля, которые здесь есть. Вот как раз при создании сегмента у меня и есть возможность задать отбор по каким-то полям из карточки партнера. Ну, например, вполне логично, если я скажу, что меня интересуют только клиенты, ведь речь идет о сегментах клиентов. Значит, я выбираю клиента. Вид сравнения тут тоже, вот видите, клиент равно, но почему-то отрицание. То есть, конечно же, меня интересует только клиент. И даже если я ограничусь только вот этим условием, то посмотрите, что у меня получается в итоге. Вот если я вам сейчас покажу состав сегмента, то, видите, у меня уже программой были автоматом отметены те, кто является чистой воды поставщиком. То есть, остались только покупатели, либо те организации, которые у меня одновременно являются и покупателем, и поставщиком. Далее я, опять же, могу определять какие-то условия, которые необходимы мне для работы. То есть, в частности, опять же, поскольку речь идет о пользовательских возможностях, естественно, я здесь уже буду выбирать из тех полей, которые мне предоставляет разработчик. В частности, вот посмотрите, можно по контактной информации, например, по регионам. Я могу сделать группировку и сказать, что регион, например, равен, условно говоря, Москва. Или у нас с вами еще в жизни есть такое понятие, как бизнес-регионы. Потом, вот еще, кстати, просьба обратить внимание, это может быть кому-то пригодится. Есть группировка, вот отбор, точнее, по менеджеру, по менеджеру, что тоже немаловажно. Вот здесь мы уже определяем те условия, которые необходимы для преследуемой цели. То есть, какой целью мы с вами формируем сегмент. Если, скажем, говорить о работе с бизнес-регионами, а у нас с вами такая программа позволяет, такая программа позволяет, то есть мы можем определиться с вами со всеми настройками и в частности, в частности, в дальнейшем уже использовать функционал в полном объеме. Ну и в дальнейшем, в дальнейшем, вот когда я сейчас создала сегмент, я сказала, что он формируется динамически. Мне его программа уже будет формировать автоматом, опираясь именно на те условия отбора, которые я указала. Вот, например, я сейчас, когда вам показывала, я создавала состав всех условий для состава сегмента. Вы обратили внимание, я указала регион, Москва, но дело в том, что я абсолютно точно знаю, что у меня в этой базе, в этой базе, ну, нет ни одной организации, вот, партнера, да, в учебной базе, для которой был бы указан регион Москва. Указала я его сейчас, и программа очень четко среагировала, то есть она мне в частности, в частности, тут же показала, что сегмент, по сути, не актуален. Вот в моем конкретном случае у меня нет таких клиентов. Ну, и, соответственно, я этот сегмент уже нигде не могу использовать. То есть вот первый вариант, и это когда сегмент формируется автоматом в соответствии с заданными условиями. Это и есть то, что называется формировать динамически. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что, в общем-то, здесь самое важное, что самое важное, это то, что динамически сформированный сегмент не может участвовать в правилах продаж. То есть, ну, по сути, это только вот для аналитики. Хочу посмотреть аналитику там по регионам, да, по бизнес-регионам. Ради бога, сделаю я себе сегменты по бизнес-регионам, и буду великолепнейшим образом получать уже анализ с использованием вот этого показателя. Ну, более востребованы все-таки два других вида формирования сегментов. Это периодически обновлять и формировать вручную. Значит, что касается второго варианта, это периодически обновляясь. Ну, у меня тут есть вот заготовочка, видите, я назвала мелкий опыт. И вот он, способ формирования, но самого состава сегмента нет как такового. Вот, ежели нужно создать второй вариант, то здесь система похожая, похожая. Давайте посмотрим, в чем разница. То есть, в частности, здесь точно так же я должна задавать условия. Должна задавать условия. Точно так же вот у меня все тот же самый список имеет место быть. Ну, я, кстати, пока заодно скажу, что вот у меня, да, сегмент для клиентов. Вот, и я не буду ничего дополнительно указывать, просто чтобы показать вам реакцию программы. А сделаю я сейчас следующим образом. Вот, по сути, у меня для двух сегментов, и для теста, и для мелкого опта, сейчас условия указаны абсолютно одинаковые, да, то есть, это если у меня партнер является клиентом. Значит, что я сейчас хочу сделать? Я хочу добавить нового партнера. Ну, создам я просто-напросто по минимуму. Ну, вот, допустим, там это ООО Петрушка какая-нибудь. Петрушка. Пусть будет Петрушка. Ну, благодаря тому, что у меня настройки, точнее, условия для сегментов абсолютно идентичны, мы сейчас можем увидеть достаточно любопытную вещь. То есть, это у меня, как видите, клиент. Это клиент. И обратите внимание, вот если уже сегментирование в базе настроено, кстати, вот что интересно, разработчик, то бишь фирма 1С, рекомендует сегментирование настраивать в самом начале работы с программой. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. Это не всегда нас с вами устроит. То есть, бывает, когда в процессе работы уже появляются какие-то новые задачи, и, соответственно, понимаешь, что нужны какие-то новые сегменты. То есть, зачастую сие творчество создается уже в дальнейшем, в дальнейшем, по мере необходимости. Но здесь, вот видите, я могу выбрать сегмент. И обратите внимание, опять же, я вижу только сегмент оптовики. Я не просто так показываю. Видите, это вот у меня, который формируется вручную. Ну, я, естественно, ничего указывать здесь, в принципе, сейчас не собираюсь. Далее, ну, сейчас что-нибудь в качестве банковского... Такого еще там... Вот я создала такую простенькую карточку у клиента. Вот у меня появилась некая петрушка. Теперь давайте посмотрим, а поменялось ли у меня что-нибудь в составе сегментов. То есть, в частности, сначала давайте посмотрим на состав сегмента тест. То есть, вот у меня состав сегмента, и видите, вот она, петрушка. То есть, как только, как только я сохранила сведения по новому клиенту, программа проверила, удовлетворяет ли этот клиент заданным мною условиям, и тут же внесла его в состав сегмента. Вот это классика, когда мы говорим, что сегмент надо динамически обновлять. То есть, вот нам, у нас с вами получился один вариант. Теперь давайте посмотрим на мелкий опт. То есть, я тоже формирую состав сегмента, а у меня тут ничегошеньки нет. Почему? Потому что я его должна действительно периодически обновлять. Значит, либо мне придется самой заглядывать и говорить, что мне нужно сформировать сегмент, а впоследствии потом нажимать кнопку обновить, и только тогда уже будут добавляться новые записи, соответствующие условиям. Либо это уже IT-специалист не может настроить расписание, чтобы это происходило, ну там, скажем, в определенное время, в определенные дни. Но это уже к айтишникам. То есть, ключевая разница, как видите, в случае, если я сказала, что мне надо формировать сегмент автоматически, как только создается новый клиент, ну давайте еще разочек, просто чтобы мы с вами могли сравнить. Видите, я сейчас еще одного создам нового клиента. Я прям вот не буду долго думать, я вот так и назову тестовый клиент. Упс. Тестовый клиент. Ну и пускай он так и называется у меня. Придется ему какой-нибудь там телефончик указать. Придется ему все-таки указать там какие-то сведения по банковскому счету. Вот. И еще разочек покажу, что же происходит с нашими сегментами. Итак, первый, который тест и который должен формироваться динамически. Проверяем с вами состав сегмента. Вот, видите, вот он появился тестовый клиент. Вот он уже есть. То есть, я просто ничего не делаю. Он у меня заходит туда автоматом для всяких проблем. Все-таки смотрим второй вариант, мелкий опт, состав сегмента. Видите, у меня здесь пока никакого тестового клиента нет. От слова совсем. Но я же могу нажать кнопочку обновить. Или еще раз вот так, вот еще раз переформирую, чтобы она побыстрее думала. Вот у меня, видите, добавился тестовый клиент. То есть, вот чисто физически, как видите, разница заключается в чем? Я не просто указываю определенный набор условий, но при этом, при этом, при динамическом варианте у меня подключаются сразу же в базу, да, но данные в базе не хранятся. Если я говорю периодически обновлять, это приводит к тому, что программа будет у меня дан изменения учитывать, но мне придется, что делать периодически, формировать этот сегмент. Ну и, наконец, последний вариант, последний вариант, это формирование сегмента вручную. Что касается формирования сегмента вручную, сделать это никаких проблем не составляет. И я как раз покажу, как он формируется на примере одного из новых клиентов, который я добавила только что. То бишь, что происходит, вот я открыла сегмент, смотрите, я могу нажать кнопку сформировать сегмент, она мне добавит вообще все, абсолютно невзирая на лица. Естественно, меня это не устраивает. То есть вот этот вот вариант, вот этот вот вариант, старайтесь, когда вы выбираете ручное формирование сегмента, никогда не применять. Никогда не применять категорически. По какой причине? Вот у меня база учебная, здесь данных не очень много. И мое вот это якобы случайное нажатие, оно, в общем-то, для меня не критично, мне его очистить никаких проблем не составит. Да, то есть, видите, я просто взяла, выделила записи и сказала, что мне надо удалить из сегмента. Но другое дело, что у меня база небольшая. И, в общем-то, все, кого я якобы сюда внесла ошибочно, они так ровненько по списку. А вы представляете, если это на реальной базе 200 записей, потом сидеть вручную, вот выцеплять нужные записи, удалять. Конечно, это никуда не годится. То есть, если мы сказали, что мы формируем сегмент вручную, то мы работаем через кнопку добавить сегмент. Нажав кнопку добавить сегмент, я могу уже великолепнейшим образом просто банально двойным щелчком выбрать нужного клиента. И, в частности, в частности, вот смотрите, сейчас, секунду, где моя тут вот эта вот петрушка, да, вот тестовый клиент у меня есть. Я их могу просто двойным щелчком великолепным образом сюда добавить, с петрушкой промахнулась, извините, пожалуйста. То есть, вот такое вот формирование вручную. Ну, то есть, три варианта. И, в общем-то, я думаю, в чем разница, я вам показала достаточно наглядно. Что будет происходить далее? Что будет происходить далее? Если речь идет о том, как я вообще могу это в дальнейшем использовать, в дальнейшем использовать, я могу проверять, и это делается, сейчас покажу, непосредственно из справочника сегмента клиентов. Я могу с помощью отчетов проверять, варианты какие у меня здесь есть, обратите внимание, выделить какой-то сегмент и нажать кнопочку состав сегмента. Я увижу информацию по выделенному сегменту. Это раз. Во-вторых, во-вторых, когда у меня создан какой-то сегмент, в жизни бывают варианты абсолютно разные. Вот я вам говорила, что это сами сегменты определяются на уровне организации, признаки могут быть абсолютно любые. Но представьте себе, что меня, например, интересует информация, вот, а кто у меня там из клиентов, относится к оптовикам и так далее. Что я могу делать? Вот здесь вот в отчетах, в отчетах есть такая любопытная команда, как пересечение сегмента. И если я сформирую, то я могу увидеть, что у меня, например, происходит в этой жизни. Что у меня, смотрите, клиент гамма входит в сегмент мелкий опт, и он же входит в сегмент стоп-лист. Бывает, да, такая постановка вопроса, например, у меня, если есть сегмент, вот я вам приводила в качестве примера сегментирования по бизнес-регионам, да, и плюс еще у меня есть вот такое сегментирование опт, мелкий опт, там, розница, там и так далее. Соответственно, я могу смотреть пересечение сегментов. Я могу это делать, либо, вот, как я уже сказала, выделив справочники нужные сегменты, нажав кнопочку отчеты, вот здесь, наверное, поинтереснее будет, пересечение сегмента. Вот, видите, тест. Вот, либо-либо я могу открыть сегмент, могу открыть сегмент и через кнопку отчета здесь посмотреть. Но также нам будет интересна постановка вопроса, какая, как я уже сказала, у нас еще есть такое понятие, как стоп-лист. То есть, когда мы с вами включаем сегментирование, вот, собственно говоря, мы можем создавать с вами черный список. Ну, если говорить о черном списке, то, конечно же, конечно же, здесь на что обратите внимание. Во-первых, что сегмент используется для запрета отгрузки. Сейчас я вот редактирование включу. Во-вторых, во-вторых, здесь, я думаю, вы со мной согласитесь, такой-то сегмент точно мы с вами будем однозначно формировать вручную. Ну, вот, в моем случае, в моем случае, в состав сегмента я внесла некую фирму Гамма. И здесь же, вот, например, я могу описание какое-то указать, ну, я не знаю, по каким причинам, например, я решила вот эту вот фирму Гамма внести в черный список. Это, скажем, задерживает платежи. Ну, например, что мне это даст? А давайте сейчас посмотрим. Давайте я попробую просто сделать реализацию вот этой самой фирме Гамма. При создании реализации, вот, я указываю клиент Гамма, и посмотрите, видите, что сразу появляется. То есть, например, если было принято решение, там, ну, грубо говоря, кем-то из руководителей компании, да, о том, что надо какие-то организации клиента внести вот в этот самый стоп-лист, то бишь в черный список, вот, то тогда, тогда менеджер, который, собственно говоря, работает с документами, ну, увидит это достаточно четко. Мало того, мало того, я еще могу здесь провалиться по ссылочке и увидеть, увидеть, да, то есть, почему? Потому что задерживает платежи. При этом, кстати, хочу уточнить, много будет зависеть от того, какие права даны тому или иному сотруднику, потому что, видите, вот я сейчас на полных правах работаю, и, соответственно, у меня есть возможность, если что, пойти клиенту на встречу, все-таки ему вот какую-то отдельно взятую отгрузку разрешить. Но, как правило, в условиях ограничения прав наши с вами сотрудники и коллеги будут только видеть, что отгрузка запрещена, и кнопки вот эти вот, они просто не будут активны. То есть, вот так вот выглядит работа с сегментом, черным списком, да, то есть, ну, или вот как вот у меня он назван, стоп-лист. Далее, где же мы все-таки можем использовать еще? Вот, когда мы создаем сегментирование, сегменты, то, естественно, естественно, нам это понадобится потом, в частности, в продажах и для анализа продаж со всеми вытекающими последствиями. Если говорить о нашей с вами жизни, то, ну, вот классика жанра, да, опт, мелкий опт, я могу клиентам, которые со мной работают, предлагать разные условия продаж. Где я это могу отразить? Да, это я могу отразить в тех самых типовых соглашениях с клиентами. Ну, у меня, опять же, поскольку база учебная, времени у нас с вами не так много, вот, а хотелось бы успеть показать многое. У меня тут, видите, опять очередной рояль в кустах. И когда мы с вами работаем с соглашением, я могу указать вот здесь вот сегменты клиентов. То есть, в частности, вот я здесь как раз укажу мелкий опт. И посмотрите, для мелкого опта я указываю, что, например, предоплата 50%, да, ну, минимальной суммы заказа нет. Я им предлагаю определенный вид цены. Я могу сделать уточнение по ценовым группам и по каким-то скидкам. Ну, и, собственно, точно так же вот у меня есть оптовое соглашение. Здесь, видите, вот сегмент оптовики мной был указан уже ранее. И для них, как видите, уже условия продаж абсолютно другие. То есть, в частности, видите, графика оплаты, 100% кредит. У меня здесь есть уточнение какое-то по ценовым группам, по товарам и совсем другие скидки. Как это будет работать? Как это будет работать в дальнейшем? Если я сейчас буду клиенту выписывать заказ, ну, или могу сразу реализацию, суть от этого не меняется абсолютно. Программа, опираясь на соглашение, уже будет мне совершенно четко показывать требуемых, точнее, клиентов. То есть, вот у меня есть список соглашений. Упс, промахнула. Сейчас, извините. Как всегда. Значит, я выберу Альфу. И вот у меня список соглашений по Альфе. Видите, оптовое, мелкооптовое. Вот куда она входит. Но здесь нет моего соглашения тест. Просьба обратите, пожалуйста, на это внимание. Теперь, для того, чтобы было поконтрастней, я все-таки, все-таки выберу, например, клиента Петрушку. И обратите внимание, здесь уже совсем другая постановка вопроса. То есть, я буду предлагать только те условия, которые у меня будут указаны в те сегменты, в которые входит тот или иной клиент. Ну и чтобы вот эту часть показать окончательно и бесповоротно, вот давайте я опять же подредактирую всех сегмент клиентов. Например, я очищу сегмент с оптовиками. Вот совсем очищу. Прям вот совсем-совсем. Вот он у меня, смотрите, теперь абсолютно пустой. Абсолютно пустой. И что у меня тогда получится, чтобы вот показать поинтереснее. Да, вот у меня есть моя, это Петрушка. И видите, Петрушка у меня теперь входит только в соответствующее соглашение. То есть мне программа уже... Сейчас давайте я даже заново сделаю документ. Вот это будет лучше, чтобы я могла показать вот эту... Да, вот возвращаясь к нашей Петрушке. Соглашение. Видите, я уже оптового соглашения не вижу. То есть я к чему веду? Вот когда мы с вами клиентов сегментируем, да, то есть вот объединяем по какому-то признаку, это в дальнейшем дает нам возможность, во-первых, работать с правилами продаж, с правилами продаж для клиентов определенных сегментов, да, то есть я могу указывать это раз. Во-вторых, во-вторых, это даже менеджерам-продажникам будет работать гораздо легче. Почему? Потому что, видите, если у нас клиент в сегмент не входит, то программа уже даже не предлагает условия продаж лишние для этого клиента. В принципе, просто не предлагает. То есть если я вот опять же... Сейчас я подкорректирую. Вот, скажем, розничное соглашение, я скажу, что это у меня... Ну, из того, что есть оптовики, ну, петрушка у меня туда не входит, да, вот, видите, осталось только типовое соглашение для мелкого опта. То есть программа, программа четко сориентировалась на то, что у меня петрушка входит в сегмент мелкий опт, и условия продаж уже будут четко видны только по вхождению в сегмент. То есть по факту, по факту с этим работать, с этим работать, в общем-то, в дальнейшем становится очень удобно. Очень удобно. И здесь же у нас с вами, я покажу это тогда просто из справочника, из справочника, когда мы применяем сегментирование, можно даже никуда не бегать, а в справочнике сегмента клиента в отчетах у нас с вами есть вот такой вот отчет продажи по сегменту. Сейчас, извините, я только верну свой рояль в кустах. У меня там были, как сейчас помню, альфа и гамма. Альфа и гамма. Вот. И, соответственно, можно прямо из справочника сегменты посмотреть интересующую информацию. То есть можно посмотреть продажи по сегменту. Это, как видите, отчет динамика продаж. Сейчас я просто период поставлю побольше. Вот, соответственно, ну, я извиняюсь, растянула я, конечно, надо было не со времен царя гороха. Вот. Я вижу продажи по сегменту. И точно так же, например, вот есть у меня сегмент тест. Опять же, чтобы могли сравнить. Помним, он у нас динамический. Вот у меня продажи по сегменту. Так, извините, я все-таки период сделаю поменьше. А то что-то я с 2000 годом-то увлеклась. Решила пойти по пути наименьшего сопротивления. А в итоге получился не очень красивый отчет. Пускай он будет все-таки покомпактней. Ну, то есть вот у меня, видите, в декабре по этому сегменту были продажи. И дальше я двойным щелчком уже могу получить расшифровку. То есть я могу уже, например, посмотреть по клиентам. Вот, видите, вот она у меня пошла, вся аналитика. То есть это классический отчет динамика продаж. Но, как видите, он уже по умолчанию. И справочника сегменты формируется с отбором по условию. Да, сегменты клиентов. Очень удобная вещичка. И, ну, и в дальнейшем тоже точно так же. Я, да, двойным щелчком могу там посмотреть, там, кто менеджер, да, какая номенклатура была реализована. То здесь уже у нас с вами пошла чистая аналитика. Чистая аналитика. Ну и, собственно говоря, что еще вот такого вот важного и полезного, да, возвращаясь, да, вот к запретам отгрузки. Посмотрите, все равно у меня здесь активен отчет продажи по сегменту. Ну, в моем случае, конечно, вот поскольку база тестовая, то, конечно, типовая настройка, она не очень удачна. Она не очень удачна, как раз именно в плане того, что у меня организаций несколько, и, как видите, они входят в пересекающиеся сегменты. Ну, вот в завершении, пожалуй, что хотелось бы сказать. На самом деле опция в этой жизни безумно полезная. Ну, мне вот именно чисто с практической точки зрения кажется, конечно, но черный список это вообще без комментариев. Ну, и еще очень удобно то, что мы с вами можем дальше для сегментов применять типовые правила продаж, то есть те самые типовые соглашения с клиентами. Главное, когда мы с вами используем сегментирование, главное, когда мы с вами используем сегментирование, не забывать о том, что это всего лишь машина. И если я сказала, что у меня какие-то условия продаж действуют только для клиентов, входящих в сегмент оптовики, и в условиях ограничения прав, поскольку, да, мы работаем с вами в сети. Мы работаем в сети, например, я возьму сейчас и скажу, что это предоплата 100%, это у меня будет там какой-нибудь определенный склад, ну, пускай будет транзитный склад, да, срок поставки там по одному дню. Ну, я понимаю, что это смешно, но здесь в наших условиях, я имею в виду, в учебных это все-таки допустимо, это все-таки допустимо, что у меня будет происходить в дальнейшей жизни. Сейчас вот я его просто добавила, опять же, тестовая, и оно у меня, смотрите, я взяла сегмент оптовики, видите? Помните, вот, собственно, когда я вам стала показывать, я создала клиента петрушку, и у меня петрушка абсолютно не входит в сегмент оптовики, и, как видите, я не вижу даже вот это свое соглашение. Ну, сейчас мне надо показать, поэтому я все-таки петрушку добавлю в оптовики, добавлю в оптовики. Сейчас, секундочку, вот, добавила. Ну, и возвращаясь к нашему разговору, чем вот эта вот функция еще, конечно, очень удобна, потому что теперь я вижу уже, да, для петрушки и вот это вот свое оптовое соглашение, и я уже имею возможность, точнее, не я, но а менеджер по продажам имеет возможность использовать именно те типовые условия продаж, которые указаны и для оптового соглашения, или в моем случае для теста. Вот чисто визуально посмотрите, сейчас она у меня везде входит, да, если я выбираю оптовое соглашение, у меня для оптового соглашения указан главный склад, для соглашения тест, который я вот только что делала, у меня указан транзитный склад. Вот, видите, то есть уже сразу четко программа начинает учитывать именно те условия, которые я задавала в соглашении. Ну и точно так же, да, мне никто не мешает, у нас же помните, помимо типовых соглашений существуют индивидуальные соглашения, вот они, вот мне никто не мешает при создании индивидуального соглашения просто сказать, что я его строю на основе типового, потому что индивидуальное соглашение, как видите, оно по умолчанию не содержит такого поля, как сегмент клиентов. Сегмент номенклатуры, да, сегмент клиентов нет. Ну, это вполне логично, но если мне все-таки захочется, потому что мало ли я, например, хочу предложить какие-то условия, те, что я указала для типового соглашения, просто дать дополнительную скидку. Мне же никто не мешает сказать, что я использую на основе типового соглашения. Вот у меня, видите, она подтянула ту информацию, которую я указывала, и просто добавить дополнительную скидку. То есть вот эта функция сегментирования, она на самом деле реально очень полезна и достаточно ощутимо, может облегчить существование и наше с вами, и работу наших коллег, в частности, вот менеджером по продажам, и работу наших с вами аналитиков, поскольку в том числе понятие сегмента у нас с вами участвует и в отчетности. То есть динамику продаж у нас никто не отменял. Я могу пойти через классическую ситуацию, да, то есть отчеты по CRM и маркетингу, ну или то, что вот я вам показывала в условиях, поскольку у нас все-таки времени не очень много, это, собственно, построить отчет из справочника сегмента клиента. Ну и вот, собственно, в презентации как раз вот, мне кажется, я и отметила самые важные моменты, когда речь идет о работе с сегментами. Самое главное, что если формируется динамическое, в базе не хранится, то есть, по сути, мы его только для анализа с вами можем использовать. Вот, а если мы сказали, что сегмент периодически обновляется, либо формируется вручную, мы его в дальнейшем с вами можем использовать, конечно же, и в продажах, то есть в настройке правил продаж. Ну вот, как я упомянула, что этот курс вот чисто рекламный, ну, в частности, вот ближайшие варианты курсов у нас будут через неделю. Если вдруг кому-то будет любопытно, то приходите, будем очень рады видеть. Ну, по окончании, как видите, документы о повышении квалификации в том числе получаются. Ну, и если у вас есть вопросы, то вы можете, собственно говоря, позвонить к нам в офис и их задать. Ну, то есть, в общем, как-то так вот.